закон хорош он дает людям какие-то ориентиры придерживаясь которых люди живут в мире друг с другом это хорошо но при этом личная жизнь каждого человека находится не раскрывается потому что человек пересекает какие-то свои возможности развития только ради исполнения закона слепого исполнения закона хотя он мог бы развиваться не делать зла но закон повелевает этого 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 не делать но павел еще замечает следующий момент что когда закон говорит нет не пожелай он этим порождает вам не пожелание вот мы одна этом остановились почему это происходит трудно сказать но видимо потому что человек хочет утвердить себя как свободное существо то есть он парадоксально нарушает закон утверждает себе образ и подобие божьи данные ему от природы так как бог суверенен и свободен и он заложил в человека вот эту вот суверенности свободно свободу независимость от каких-то внешних повелений самоопределение то есть самоопределение заложено в природу человека если человек определяет себя свою судьбу там по внешним каким-то повелением он не проявляет себя как свободное существо или он должен свободно согласиться с этим или он должен выработать какие-то свои. В наше время вообще это уже не проблема. То есть в нашей современной культуре это считается нормой, что каждый человек ищет свой путь. Он выбирает для себя какие-то нормы и их удерживается. И в наше время к чему пришла этика? Ты можешь делать все, что угодно, лишь бы не навредить другому человеку. Но это все, что угодно, может навредить тебе самому. Вот этот современный этик и не учитывает. Так вот, Павел говорит, почему-то повеление закона вызывает, повеление «не пожелай» вызывает во мне пожелание. Почему-то, это непонятно почему. А Фрейд это уже дело объясняет. Он говорит, что у человека есть сфера подсознательного, которая живет по своим законам. Она не подчиняется повелениям разума, она живет своей логикой какой-то. Дальше ученики Фрейда и христианский философ, в частности, Вышеславцев, работа, которую мне очень нравится, на которой я основываю свое положение в этой беседе. У него есть работа, называется «Этика преображенного эроса». Вот он рассуждает так, что есть такая традиция в древней христианской еще церкви, начиная где-то с 5-6-7 веков, от Дионисия Алжаария Пагита и его ученика Максима Исповедника на христианском Востоке, в православной части империи. Там возникает учение, что Бог вслед за Платоном, у Платона термин впервые появляется, что Бог все сотворил силой любви своей. И все творение на разных уровнях бытия, а бытие иерархично, то есть есть что-то простое и менее ценное, потом над ним что-то более сложное и более ценное и так дальше. То есть так складывается иерархия мироздания. И наверху этой иерархии находится человек. Так вот, начиная с мира минералов, атомов, так сказать, химических реакций, мы видим, как проявляется единая сила Божья, заканчивая духом человека, личностью человека, личностной жизнью. Одна и та же сила Божья пронизывает все миры. И эта сила называется эрос. Причем Максим Исповедник настаивает на том, что это сила не Агапы, не Филио, а именно эрос. Он говорит, есть единая любовь, которая исходит от Бога. Это притяжение и единство всего со всем. На уровне молекулярном это химические реакции, когда молекулы притягиваются к молекулам. На атомном уровне это связь и притяжение ядра с протонами, электронами. На уровне макромира это звездные системы, галактики, которые внутри себя имеют какой-то центр притягивающий и так далее. Вот эта сила позволяет мирозданию существовать в каком-то единстве и пронизывать на разных уровнях все мироздание. Максим Исповедник берет этот термин у Платона. У Платона этот термин обозначает вообще дословно, как он его определяет. Эрос есть рождение в красоте. Над этим стоит помедитировать, поразмышлять. Я просто так закидываю вот это объяснение силы Эроса или категории вот этой для вашего, так сказать, размышления. Эрос есть рождение в красоте. То есть это то, что рождается в красоте. Так вот, Исповедник берет это. У него, Вашиславцев, приводит очень интересную цитату. Он говорит, профаны, когда слышат, ну, новообращенные или люди, не посвященные в глубины христианства, он говорит, они, как бы, когда слышат об Эросе божественном, они начинают пошлости хикать. Это так вот, грубо, дословно объясняю сам смысл. На самом деле они не понимают, что это есть тайна, великая тайна, что вот эта сила исходит от самого Бога. Значит, Вашиславцев берет этот, кстати, тайна сия велика, да, тоже Павел об этом говорит. Я думаю, что здесь как раз сокрыта большая тайна мироздания и самого божества именно в Эросе. То есть, очень трудно, это настолько тонкая грань между нисходящим, деградирующим человека потоком, тоже эротическим, и восходящим потоком, очень тонкой гранью. Достоевский, которому также были открыты многие тайны, так сказать, человеческой души и противоречиями, говорил, что он устами своего героя в «Братьях Карамазовых», Алеша Карамазова, кто читал, вспомнит, что Алеша Карамазова говорит, что есть красота содомская. Вот это очень интересное, парадоксальное такое высказывание. Красота содомская. Как бы противоречие. Красота содомская. Если вспомнить «Братьев Карамазовых», там противоречия нет его, папенька. Ну, понятно. Но Алеша – это самый благочестивый из «Братьев Карамазовых», тот, который был чуть ли не чернецом, чуть ли не монахом. И он в разговоре с Дмитрием, который вел разгульную жизнь, там, с Грушенькой, он ему говорит, что «Ты думаешь, тебя только, так сказать, влечет Грушеньки? Меня, говорит, тоже, хоть я такой весь из себя монашествующий, но меня влечет». И он вот эту фразу говорит, что «Есть красота содомская». То есть есть нечто, что привлекает человека, ему кажется красивым в грехе, иначе бы человек на это не реагировал. То есть вот эта красота содомская, разрушительная красота, которая толкает человека, влечет человека к греху. Это та же самая сила Эроса, которая влечет его к святости. Вот это утверждает и Фрейд, и вышеславцы. Вот сейчас мы подходим к самому центру, так сказать, наших размышлений. Значит, вышеславцев уже на основании отцов, на основании Максима Славильника и на основании Фрейда приходят к следующему заключению, что есть единая сила на всех уровнях бытия, и в душе человека она же самая, которая присутствует в мире атомов, на уровне притяжения атомов друг к другу, там ядер и протонов, электронов. В мире растения, когда растения тянутся к Солнцу. В мире и корни впиваются в глубину Земли, для того, чтобы, так сказать, получить питательные соки. Это все та же самая сила. В мире животных эта сила себя проявляет на уровне сохранения рода, через животное влечение и так далее, и так далее. А в мире людей эта сила проявляет себя в искусстве, в творчестве, в святости и также в каких-то животных моментах. Это единая сила. И называется эта сила Божественного Роса. Значит, в душе человека есть эта сила, она служит как бы питательной средой для любых его целей. То есть, используя эту силу, человек может направить себя как к Богу, так и от Бога. Но это не две разных силы. Нету там, скажем, какого-то дьявольского эроса и Божественного эроса. Есть Единый Божественный Эрос. Но грех появляется тогда, когда сила эта направляется в ложную сторону. В ложную сторону. И утверждает себя в ложном. Вот о чем Алеша Карамазов говорит. Это красота Содомская. То есть, некий образ пленяет человека, и он ведется на него. И ведется он на него именно силой того, что дано ему от Бога. Таким образом, то, что дано нам для добра, служит нам во зло. Таким образом, та сила, которая в нас есть, она направляется на ложные цели. Значит, и он говорит. Вот здесь возникает противоречие между императивом и повелением закона, и силой греха. Вот в Ишеславцев так вот к чему приходит. Он говорит, что грех всегда апеллирует к нашему подсознанию. Он не говорит к нашему разуму. Вот выбери вот это, потому что это приведет тебя к смерти, в общем-то. Ты короткое время порадуешься, а потом наступит разочарование. Это вот нам разум говорит. Но сердце наше пленяется, зная даже о последствиях греха, пленяется самим образом. Самим фантиком, которым закрыт и привлекает нас грех. Значит, грех всегда, вывод такой, предварительный вывод. Грех всегда действует через образ. Он никогда не действует через убеждение. Редко очень через убеждение. У Достоевского есть тоже через убеждение. Например, студент Кириллов такой там есть, чахоточный. Многие такие персонажи, типа Распольникова, чахоточный. Так вот этот Кириллов, он разумом стал противиться Богу и утверждает следующее. Что вот, мол, Бог мне дал жизнь, а я у него не просил этой жизни. И вот я ему кидаю эту жизнь обратно, достает какой-то ржавый пистолет, пытается застрелиться, у него осечки. Все смеются, и он садится. То есть человек не может избежать выбора никак. Так, Христос приходит, он говорит, второй раз повторяю, избери жизнь, чтобы тебе жить. Можешь, конечно, не принимать жизнь и умирать, но избери, чтобы жить. Тебе для этого теперь совсем немного надо. Я для тебя все сделал. Избери, возьми просто и прими то, что я для тебя приготовил. Верой прими, послушанием, исповеданием. То есть от нас совсем мало требуется, но все равно от нас требуется кое-что. Вот без нас невозможно, без меня меня женили, есть такая пословица. Вот невозможно, чтобы без меня меня взяли и спасли. Вот этого невозможно, потому что мы только изнутри, согласившись с чем-то, можем самоопределиться. Мы существа, которые вынуждены самоопределяться. И есть такой замечательный французский атеистический философ Шан-Поль Сартер. Он сказал следующую фразу, что человек обречен на свободу. Это у него с негативной такой коннотацией обречен на свободу. Но это очень правильная фраза. Человек обречен на свободу. Как она его не пугает, но он на нее обречен. Он не может избежать свободного выбора. Как когда здесь избежать вот этого давления? То есть получается, что люди, вот я в самом таком состоянии находился, то есть вот этого страха давляло то, что ад, там есть ад, наличие мучения, то есть вот это давит с одной стороны и решает этой свободы. Он тебя как бы поддерживает, то принятие решения подвигает. Завняйся. Вот. Поэтому вот это основная страшилка, о чем апостол Павел говорит, посланники евреям, что из-за страха смерти, то есть именно физической смерти. Физическая смерть нас настораживает, поскольку это дверь в неизвестное состояние. И так как совесть нечиста, то это неизвестное состояние нам рисует чудовище. Вот. Нет, я не имею в виду даже христианство, а вот... Я говорю не о христианстве, а вообще о человеке как таковом. Если совесть его нечиста, он за смертью ожидает какого-то нехорошего чего-то. Любого человека спросить. Ну, я вот по собственным ощущениям и по наблюдениям, я видел другую картину. И она сейчас наблюдается. Что основная масса людей, они как бы не боятся даже... То есть они не боятся того, что за смертью будет. Если исключить учение об Аде, да, они как бы и нет знания об этом. Они боятся о прекращении этого. Вот то, что это прекратится. И это тоже. Сейчас жизнь более комфортна, более защищена. Да, да, да. И вот это... И дело в том, что сейчас культура гламура, она уводит вопросы болезни, смерти и несчастья вообще за рамки внимания.